Лидер правозащитного движения в СССР, нравственный ориентир политики и лауреат Нобелевской премии мира. В рамках Дней памяти Андрея Сахарова в Одессе прошел показ документального фильма Иосифа Пастернака. Кинолента «Свободный человек» Андрей Сахаров снята в 2009 году и остается актуальной сегодня. Историю о человеке, который отстаивал демократические ценности, видел и наш Александр Кац. Я обратился к вам с призывом об освобождении кузников совести, людей, репрессированных за убеждениями и связанных с убеждениями ненасильственных действий. Я хотел бы при прекращении моей изоляции принять участие в осуществлении программы женованного сотрудничества с целью создания мирной термоядины энергетики. С уважением, Сахаров Андрей Дмитриевич, академик. На показ фильма в рамках Дней Сахарова в Одессе собрались и те, кого он вдохновил своей деятельностью, и те, кто знал его лично. И даже такую машину, махину, как советская власть, он заставил играть по своим правилам. И он выиграл практически во всех своих битвах. Вот мне это, мне кажется, удивительным его судьбе. Об Андрее Дмитриевиче помнят, как о человеке, заботившемся нисколько о себе, как о других. Он просто был нормальный, абсолютно нормальный человек, интеллигентный человек, думающий человек. И его колола несправедливость и ложь. И он как мог боролся с этой несправедливостью и ложью. Фильм не просто биография защитника прав человека. Это взгляд на культуру общества в целом. Он не успел сыграть свою роль в постсоветской политике. Но его наследие может ответить на сегодняшние вопросы, считают гости вечера. Как создать глубинную демократическую культуру, чтобы люди поверили в свою гражданскую силу изменять свою жизнь демократическими и политическими способами, институциями, петициями, популярными движениями и партиями. Впервые дни Сахарова прошли в 2016-м в Киеве. В этом году в Одесской филармонии в память об известном физике и политическом деятеле также пройдет мемориальный концерт.